ПРОЕКТ Я ПОМНЮ ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ВЕЛИКООТЕЧЕСТНОЙ ВОЙНЫ ЯКОВЕНКО МСТИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА И ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР АРТЁМ ДРАБКИН ОПУБЛИКОВАНО 17 МАЯ 2015 ГОДА ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Выход был один. Идти на северо-восток и переходить через фронт, линия которого была сильно заминирована. Тони принесла горшок молока, который мы жадно выпили. И следующим вечером мы пошли по компасу на север через почти непроходимое болото, заваленное лесным полузгнившим ломом. Мы шли и шли. За болотом был густой лес с сильно заросшими травой полянками. Затем вышли на заросшие развалины деревни. Мне очень захотелось здесь устроить дневку, но мои спутники настаивали на движении вперед. Встречались какие-то странные, свежепротоптанные в густой траве дорожки, как будто прокатилось очень широкое колесо по густой траве. Несмотря на безлюдье, чувствовалось, что кто-то здесь бывает тайком. За этой деревней были какие-то искусственные дорожки и молодые посадки сосны, за тем полуразбитая узкоколейка, за которой мы и легли отдыхать. Но отдых был недолговременным, начинался дождь. У меня была защищавшая меня плащ-палатка, но мои спутники не были защищены, и под дождем лучше идти, чем лежать. Поэтому мы поднялись и пошли. Идти узкоколейкой нам было по пути, и она довольно быстро привела нас к торфоразработкам. В двух местах, с края обширного пространства, с деревьями, шел дымок от тлеющего торфа. В расстоянии около двух километров виднелись рабочие бараки. Над ними вился дымок. Место было опасное, нас легко могли заметить на этом открытом пространстве, но обходить его было чересчур далеко, и мы начали быстро двигаться через торфоразработки. При этом мы с Орловым два раза теряли наших спутников, и потом опять их находили. Наконец мы сошлись на запущенной железнодорожной насыпи, ведущей в лес. На склоне насыпи росла в изобилии малина, и мы ее жадно ели, но ее все же было мало. Видно было, что кто-то ее обирает. Через насыпь мы попали в невысокий лес и пошли горной дорогой. Вдруг невдалеке послышались людские голоса и скрип телеги, и мы поспешили укрыться в густую посадку хвойных деревьев. Близко слышались голоса деревни. Ходу нам дальше не было. Лес кончался, и впереди шло открытое пространство со строениями и людьми. Мы поневоле должны были дневать здесь. Голод нестерпимо мучил. Стоило только задремать, как сейчас же чудились пищевые продукты, мучительно близкие и в то же время недоступные. Мозг постоянно думал о пище и больше ни о чем. Этот кошмар прекращался только при движении, но сил оставалось очень мало. Каждый шаг давался с трудом. Вечером мы двинулись дальше. По нашим расчетам до фронта было еще очень далеко, и для меня стало ясным, что при таком физическом состоянии до него мы с Орловым не дойдем. Нужно было найти пищу во что бы то ни стало. Среди ночи подошли к линии железной дороги, идущей от Смоленска в Витебск. Дорога усиленно охранялась. Через короткие промежутки времени поднимали кверху осветительные ракеты, и нам приходилось ложиться на землю, чтобы не быть замеченными. Попытка перехода ночью была весьма рискованна, и мы решили дожидаться утра. Сухого места не было, все пространство около дороги было заболочено. Найдя какие-то бугорки, мы легли. Под нами выступала вода, было прохладно, но все же удалось задремать. На рассвете мы поднялись, и я заявил товарищам, что больше им не попутчик, так как силы нет, двигаться дальше не могу, сделаю попытку достать пищу в ближайшем селе. Орлов присоединился ко мне, и мы расстались. В предрассветном тумане от нас ушли чуть заметные фигуры Тони и Сергея. Недалеко от места нашей ночевки шло хорошо асфальтированное шоссе, и мы двинулись вдоль него. Километров двух на шоссе выходила большая деревня. Пройдя хаты 3-4, мы зашли в следующую хату, больше других со скотными сараями. Хозяйка встретила нас неприветливо и заявила, что ничего не имеет. Дальше мы начали просить подряд без выбора, и всюду нам отказывали. Выходя из четвертой хаты, мы столкнулись с вооруженным полицейским, одетым в немецкую форму. Он, конечно, поджидал нас, встреча не была случайной. Ему о нас сообщили наши любезные землячки, отказавшие нам в еде. Полицейский потребовал от нас документы, конечно, немецкие, и, конечно, их у нас не было. Тогда он повел нас к бургомистру. Эта деревня казалась селом Голынки, железнодорожной станцией того же названия. Здесь же был и немецкий комендант, вообще пункт был крупный. Ожидая прихода бургомистра, мы узнали, что рядом имеется амбулатория с платным приемом. У женщины, охраняющей это амбулаторию, было какое-то плохое, кислое, снятое молоко, и Орлов заплатил ей 30 марок за две кружки этого молока, которые мы с жадностью выпили. Наконец пришел бургомистр, среднего роста, плотный мужчина, лет 38-40. За поясом у него висел в кабуре револьвер. Он хорошо говорил по-русски, культурным языком, и, как мы потом узнали, хорошо говорил по-немецки. На его расспросы, кто мы и откуда, мы с Орловым, не скрывая истины и не говоря о других наших спутниках, сказали, что мы бежали из Смоленского лазарета и думали перейти через фронт. Он был очень изумлен нашим рассказом и тем, что мы в своих скитаниях не встречали партизан. Ему импонировало то, что один из нас был профессор, а другой врач. Он был с нами очень любезен и рассказал, что русские имеют успех под Орлом и немцы отступают. Он спросил нас, что мы теперь желаем, на что мы ему ответили, что единственное наше желание это перебраться через фронт к своим, на что он ответил, что должен отвезти нас к немецкому коменданту, причем он приложит все усилия, ходатайствуя за нас в отношении облегчения нашей участи. Приведя нас к коменданту, дом которого был расположен около железнодорожной станции, бургомист расставил нас снаружи под надзором часового, а сам пошел говорить с комендантом. Мы его ждали довольно долго, и, наконец, вышел комендант с переводчиком и бургомистр. Комендант также расспросил нас, кто мы и откуда бежали и с какой целью. Я не знаю, как ему переводили наши ответы, переводчик и бургомистр, но этот выхоленный, хорошо одетый немец сказал, что он считает причиной нашего бегства недостаточно хорошее отношение к нам, немецкого командования, что ему непонятно, почему нас держали все время за проволокой, и что нас следовало бы давно выпустить из лагеря на частные квартиры и дать нам возможность заниматься частной практикой, обслуживать население и прочее, тем более, что в лагере, конечно, с питанием было недовлетворительно. Последние мы ему в нашем ответе подтвердили. Он нам сказал, что теперь, безусловно, мы будем существовать именно в частных квартирах и ни в коем случае нас не отправят за проволоку, конечно, при том условии, что мы не будем думать о бегстве. На последние мы ответили несколько уклончиво, а именно, что после таких тяжелых условий нашего неудавшегося побега у нас сейчас не может быть никаких мыслей о повторении такового. Мы действительно от истощения еле могли двигаться. В заключение комендант добавил, что у него здесь в Голынках нет для нас подходящей работы, но он нас отошлет в рудню, где нам таковую работу дадут. После этого он распорядился дать нам поесть. Дали кофе, серый хлеб со студенистой массой, похожий на фруктовый мармелад, без сахара. Как только надзор за нами несколько ослаб, мы с Орловым поделились своими соображениями. Все как будто складывалось в нашу пользу. Рудня была ближе к фронту, чем Голынки. Рудня была несколько северо-западнее. И с севера фронт в этом месте приближался. Будучи вне лагеря, мы в любой момент сможем удрать. Будучи вне лагеря, мы можем завязать связь с партизанами, которые в этом районе, безусловно, были. И их боялись немцы и полицаи. Будучи на частных квартирах, мы, безусловно, подкормимся, что даст нам возможность легко перенести даже трудные переходы при нашем повторном бегстве. Вскоре за нами пришел переводчик и немецкий офицер. Нас посадили в пассажирский вагон заграничного типа с входом в каждое купе снаружи. Сопровождал нас немецкий офицер. В поезде ехали главным образом военные немцы, но было некоторое число и штатских немцев, и русских. Поезд довольно долго стоял в голынках. За время его стоянки с востока подошел санитарный поезд, плотно наполненный тяжелораненными лежачими немцами. Нам это хорошо было видно через окна. Койки для раненых были расположены одна над другой с максимальным использованием мест. Это на нас также произвело положительные впечатления. Значит, крепко наши жмут на фронте. Я забыл упомянуть, что после разговора с нами к немецкому коменданту Голынок пришло двое сельских, староста и игроном, которые просили несколько задержать минирование полосы вдоль железной дороги до окончательной уборки урожая. Комендант на это согласился, только поставил очень короткий срок и при этом, видимо, волновался. Эти подготовления опять-таки указывали на некоторую слабость немцев, которые, очевидно, не исключали возможного успешного наступления русских и их появления в этих местах. А если это так, то нам, возможно, будет запрятаться в какую-нибудь щель и дождаться прихода своих. Наконец, поезд тронулся. Шел он очень медленно, несомненно опасаясь возможного минирования полотна со стороны партизан. Приехав в Рудню, сопровождавший нас офицер отвел нас в фельдкомендатуру и довольно долго горячо беседовал с комендантом. В конце концов, он раздраженно махнул рукой и ушел. Больше мы его не видели. Рудненский комендант выделил для нас конвой, конвоир остановил одну из проезжавших грузовых машин, усадил нас в нее, и мы отъехали от Рудни километров на пять на север по шоссе. При проезде нам встречались значительные группы гражданского населения под охраной немцев, исправлявшего шоссейную дорогу. Нас высадили и повели влево от шоссе по проселочной дороге среди еще не сжатых хлебов. Вскоре в Ложбине мы увидели хорошо нам знакомую картину наблюдательные вышки, три линии проволоки и ворота с часовыми. Вместо частных квартир нас привели в лагерь для военно-пленных в деревне Переволочье. Перед нашим окончательным поселением в лагере нам учинил основательный допрос переводчик-немец, одетый в военную форму. Звали его Иван Иванович. Он до 1921 года около 20 лет жил на Украине, ездил как коммивояжер, рекламируя товары различных фирм, женился на русской, которая во время гражданской войны умерла. В 1921 году он уехал в Германию, откуда до войны не уезжал. Он пытался нас агитировать в пользу немцев, говорил, что русские смотрят на своих попавших в плен хуже, чем на собак. Если случайно кто-нибудь возвращается, то он попадает в лагерь ГПУ, он знал только старое название, откуда возврата нет. Все теряют гражданские права. Конвенция военно-пленных русских, в лице их представительницы в Швеции Калантай, подписывать они не хотят, отказались от них совсем и прочее, и прочее. Орлов с ним горячо спорил, я считал, что на спор не надо тратить своего запаса сил. Наконец, нас отвели в отдельно стоящий на краю лагеря хатку, отделенный от лагеря проволокой и имеющий особо внимательную охрану. Общаться с другими обитателями лагеря нам было воспрещено, но, несмотря на это, к нам ходило довольно много народа под видом ремонтных рабочих, несколько утеплявших эту ветхую хату перед наступлением холодного времени. Они жадно расспрашивали нас о бегстве, и все были крайно поражены, что мы за 13 дней не встретили партизан. От них мы узнали, что недалеко от лагеря оперируют партизанские отряды, и недавно несколько человек убежало через водосточную канаву, которую теперь также преградили решеткой. После этого бегства было нападение на немцев из лагеря, которые вместе с полицейскими и военнопленными выехали на двух машинах за дровами. При этом нападении несколько человек было убито и разбита одна машина. Среди нападавших партизан был один из бывших военнопленных, бежавший недавно через водосточную канаву. Все это было бы весьма утешительно, если бы нам предоставилось хотя какая-нибудь возможность бежать, а таковой при создавшемся положении не предвиделось. Кормили нас совершенно недостаточно. У меня начались обычные непорядки с желудком, которые я раньше наблюдал в лагере в Смоленске у истощенных кандидатов в покойники. Отек ног все увеличивался. Время от времени при обходе лагеря к нам заходил комендант лагеря, иногда один, иногда в сопровождении немецкого врача. При этом всегда присутствовал и старый переводчик. Затем заходил переводчик и занес все данные о нас на особые регистрационные карты. Орлов все с ним спорил на политические темы. Я старался уклониться от этих споров. Разве можно было переубедить старого матерого фашиста-немца? При первой попытке подойти к водяному насосу, расположенному вне зоны нашего специального заключения, нас чуть не пристрелил наблюдающий избудки полицай. Затем нам официально было разрешено умываться по утрам. Такое безрадостное существование тянулось день за днем. Немного только ободрял иногда доносившийся до нас далекий гул фронтовых орудий. Недели через две к нам зашел комендант сопровождения врача и переводчика и последний объяснил нам, чтобы мы готовились к переходу на жизнь в санчасть лагеря. Предварительно нас провели через санпропускник и затем отвели к врачам, находящимся в санчасти. Здесь было пять врачей. Олейников из Средней Азии, бывший компаньон Папанина при посещении последним гражданскую войну крымских партизан. Пестяков, врач-терапевт одной из московских больниц. Сумароков, молодой московский врач. Эта тройка считалась в штатах лагеря. Кроме того, было еще два молодых врача Седов и Шилов. Приняли нас хорошо и накормили вкусным обедом с мясом, которого мы давно уже не пробовали. Разместили нас четверых, нечисляющихся в штатах лагеря, в отдельном маленьком домике. Штатная тройка продолжала жить обособленно, питаясь отдельно от нас. У них были недоступны для нас возможности платный прием больного населения, плата натуры. Продажа, Мена, население украденного из пропускника белья и одежды. Кроме того, от них ходил имеющий свободный пропуск фельдшер, который снабжал за определенную мзду больных среди населения медикаментами из лагерного запаса. Контроль немцев в отношении белья, одежды и медикаментов был слаб. Эта тройка каждый дел имела молоко, мясо и прочее, часто выпивала допьяна. Нам они уделяли небольшое количество картофеля, который мы сами варили и скупо делили по утрам. По существу мы опять оказались на весьма голодном пайке. Седов и Шилов много спали и этим сохраняли свою энергию. Мы с Орловым так много спать не могли. Утешительно было то, что мы не мерзли и с запасов санчасти нам выдали по два теплых одеяла. В лагере кроме военно-пленных находилось еще некоторое количество гражданского населения. Родственники партизан, учительницы которых подозревали в сношениях с партизанами и другие. Это население и лагеря мы и видели на работах по исправлению шоссе. В санчасти было три девушки фельдшера, но к ним часто ходили в гости немцы, и мы чувствовали к ним большое недоверие. Мысль о бегстве все чаще жгла нас, но бежать здесь было труднее, чем в Смоленске. Мы были люди новые, лагерного населения не знали, кто чем дышит, кому можно верить. Никакой лазейки не было, охрана была очень бдительна, каждые два часа часовые сменялись. К тройному ряду проволоки окружающий лагерь незамеченным можно было подойти только в одном месте, около хатки, где содержалось гражданское население, но здесь был постоянный охранный пост. Я часто выходил из по ночам, стараясь войти в курс ночной жизни, найти какие-нибудь слабые стороны охраны лагеря, но таковых не находил. Всегда ходили вдоль проволоки часовые, близко друг от друга и часто перекликались. Все это мне крепко не нравилось. Я и Орлов, мы оба продолжали вести агитацию побега среди врачей. Мы говорили, что вот мы, старики, и то имели силы и мужество бежать из Смоленска, это наше несчастье, что мы не встретили партизан, а здесь, наверное, есть партизаны, и стыдно вести такой шкурный, трусливый образ жизни, ничего не предпринимая. Врачи отмалчивались, но не выдавали и не протестовали. Девушки военно-пленные из медчасти сами как-то заговорили о необходимости побега. Они просили меня включить их в число желающих бежать и уведомить о бегстве своевременно, но мы им не верили, чересчур уж они были близки с немцами. Мы старались избегать разговоров с ними, в особенности на тем о бегстве. Я говорил им, что это, вообще говоря, невозможно. Однажды вечером ко мне подошел врач сумароков и тихо спросил, побегу ли я с ними. Я сказал, что мой ответ всегда может быть только положительным. Тогда он спросил, а как же я пойду, когда у меня отекают ноги? Я рассмеялся и сказал, что я лучший ходок, чем кто-либо из них, а если мне будет плохо, то они просто оставят меня одного где-нибудь в лесу, а сами пойдут дальше. Одним словом, обо мне беспокоиться нечего. Вскоре я был посвящен в план бегства. Он состоял в следующем. В лагере имелся переводчик с немецкой фамилией. Он за последнее время часто ходил к ним и делился всеми новостями, какие только ему удавалось узнать из газет или по слухам. Он оказался вовсе не немцем, а чистым украинцем, который когда-то закончил немецкую школу и поэтому свободно говорил по-немецки. Немецкую фамилию он себе присвоил, чтобы у немцев не было в отношении его какого-либо подозрения. Этот переводчик сагитировал молодого парня, украинца-полицейского. Подсчитали дни и высчитали, что этот парень будет стоять на охране лагеря от 22 до 24 часов 28 августа 1943 года как раз за хаткой, к которой можно было незаметно подойти. Он даст возможность подрезать проволоку. Сумароков предполагал взять с собой двух девушек-учительниц из местных сел, которые знали, где можно искать партизан. День 28 августа приближался и наконец наступил. Нам как будто все благоприятствовало. К немцам приехали какие-то гости из других частей и они начали выпивать и веселиться. Небо хмурилось, приближалась гроза. Стемнело быстро и сильно. Вооружившись ножницами для удаления гипсовых повязок, на этих ножницах было приспособление для резки проволоки. Сумароков и шилов в темноте подползли к намеченному пункту и бесшумно скрылись. Накрапывал мелкий дождик, сверкали молнии, слышался далекий гром. Один за другим мы проскальзывали в открытую для нашего бегства дверь безлюдного санпропускника, пройдя через который из другой двери можно было выйти ближе к нужному нам пункту, минуя один ряд внутреннего проволочного заграждения. В пропускнике было очень темно, входили незнакомые мне люди. Одного я узнал. Это был врач Пестряков с каким-то свертком в руках. Он очень боялся создавшегося положения и при каждом шуме буквально трепетал. Мы все сгрудились у выходной двери. У переводчика была в руках винтовка, выкраденную охраны. Ждать долго было опасно. Быстро в темноту скользнуло двое, за ними я и за мной орлов. Мы бежали быстро, нагнувшись насколько возможно, и добежали до проволочных внутрилагерных ворот, которые предупредительно были открыты для нас. Оттуда мы ползком добрались до домика и внезапно услышали рядом немецкую речь. На наше счастье около домика была выкопана траншея-бомбоубежище, куда мы и свалились один за другим. Еще бы секунда и нас бы заметили. По ту сторону шел немецкий обход с ручными электрическими фонариками. Они были навеселе, громко разговаривали и смеялись, и вскоре обратили внимание на растерянный вид полицейского украинца, который должен был выпустить нас. Он был потому растерян, что проволока внизу уже была перерезана, что можно было заметить, внимательно вглядевшись. Но немцы этого не сообразили. Они думали, что он боится наступающей грозы, а один из немцев сделал предположение, что полицейский занимался флиртом через проволоку с заключенными в домике женщинами из гражданского населения. Посмеялись немцы, посветили немного на проволоку фонариками и пошли дальше, а мы один за другим полезли под проволокой. Проволоки подрезано было немного, проползать было трудно, спина цеплялась за верхний ряд, полицейский старался приподнимать этот ряд как можно выше и при этом шепотом ругался последними словами. Натянутая проволока звенела, когда ее задевали. Вот мы все благополучно пролезли и отбежали к близко стоящей хате, у которой истолпились. Не было с нами Сумарокова, Шилова и Пестрякова, а также тех двух девушек, которые должны были указать на место пребывания партизан. Мы осторожно окликнули в нескольких местах по имени отсутствующих, но никто не отозвался. Полицейский, рискуя, тоже поджидал их прихода на своем посту. Он потом сообщил нам, что молодые врачи прошли первыми, а девушек и Пестрякова не было. В домах охраны блестел свет, слышались пьяные немецкие возгласы по линии проволочных рядов окружающих лагерь, вспыхивали огоньки от ручных электрических фонариков и перекликалась охрана. Внезапно вблизи показалась фигура бегущего полицейского, который громким шепотом сообщил нам, что подходит проверка, патруль, он оставил свой пост и сейчас за ним могут прибежать полицейские. Ждать дальше мы не могли и быстро начали уходить, причем одна половина пошла за Олейниковым прямо от лагеря, а другая в том числе и я за переводчиком на гору. Лагерь лежал в Ложбине правой дорожкой. Шли мы очень быстро, насколько позволяла сильная темнота и вскоре вышли на гору. Здесь мы остановились и сообразили, что вторая наша половина партии для нас утеряна, а у них были какие-то данные относительно местопребывания партизан. В нашей группе были следующие лица. Переводчик, полицейский, выпустивший нас, врач Седов, неизвестный мне работник лагерного пищеблока, Орлов и я. Но где же нам искать остальных товарищей по бегству? Я подал мысль, что, быть может, они придут стоящие на горе. И переводчик подтвердил, что этот домик был в плане бегства вначале намечен как сборный пункт. Надо было идти одним. Переводчик сказал, что он знает дорогу к тем местам, где партизаны напали на партию из лагеря, выехавшую на лесозаготовки. Мы, следуя за ним, прошли через пашню и вышли на укатанную дорогу, которые пошли дальше. Отойдя около двух километров, мы свернули в сторону вдоль довольно длинного озера. Некоторые захотели напиться. В это время за озером, излежавшей там какой-то деревни, раздалась пулеметная очередь и было выпущено несколько трассирующих красных пуль, а затем взвелись три ракеты одна за другой. Мы легли на землю. Почему такая тревога? Надо полагать, что ищут нас. Как только опять наступил мрак, мы быстро зашагали от озера, прошли немного по какой-то дороге, затем свернули в сторону, попали в заболоченное место, затем в мелкий песок. Дождь пошел сильнее, идти в такой полной темноте не было никакой возможности. В одном шаге ничего не было видно. Мы сели на землю. Меня спасала моя плащ-палатка, другие здорово мокли. Сидели долго, наконец, начало светать. Недалеко была деревня, мы были на дороге среди мелкого леса. Почти бегом мы вышли из леса и пошли на северо-запад. Среди равнины шли гряды холмов, покрытых лесом, местами под холмами были небольшие озерца. Лес был не густой, местами шли попутные тропинки. В одном месте на густой траве был след, крепко утоптанный, шириной около полуметра, недавно проложенный. Уж не партизаны ли его проложили. Занимался день, надо было выбирать на день укромное место. Перешли мостик через мелкую речку, обошли какую-то деревню и начали углубляться в большой сосновый лес. Проходя мимо строения, увидели какого-то человека, но не немца. Признак нехороший, значит, и он нас видел. В лесу было холодно, одежда была мокрая. Несмотря на мои орлово предупреждения, развели костер и просушились. Загасили костер и легли отдыхать. День разошелся, показалось солнце. Мы выползли на опушку леса погреться на солнышке. На обширное пространство, окруженное лесом и покрытое какими-то разросшимися, дичавшими травами, приехало несколько вазов сеном. С вазами было несколько малых ребятишек, но они боялись углубиться в лес. По другую сторону леса время от времени раздавались выстрелы. Мы потом по ряду признаков решили, что это стоянка полицейского поста. Но никто оттуда не пришел за весь этот день. Начало смеркаться, мы двинулись дальше. Прошли благополучно мимо поста, оттуда временами раздавался собачий лай и пошли полями. Было очень обидно, что, имея все данные для организации толкового побега и нахождения партизан, все это не было сделано как следует, и мы шли вслепую, как и при первом побеге. По дороге набрали на поле картофеля, надеясь его сварить. Седов очень быстро уставал, но все же вел нас всех, имея на руках компас и консультируя с переводчиком. Под утро он наотрез отказался идти дальше, и мы решили пару часов вздремнуть. Земля была чертовски холодная, нашли какие-то крохи соломы, но это не согревало. Несмотря на холод, некоторые захрапели, но эта ночевка была совершенно неприемлема. Мы опять поднялись, чтобы в ходьбе хоть немного согреться, и меньше, чем в 200 метрах, нашли сток сена, в который и зарылись, и вовремя начался дождь. В сене было тепло и удалось чуть-чуть вздремнуть. Во время нашего неудачного привала без сена, невдалеке от нас, очевидно, был какой-то населенный пункт, близко слышалась стрельба из автомата, чем обычно занимаются немецкие часовые, а также русские полицейские, служащие у немцев. Когда мы лежали в капне сена, эти очереди слышались значительно дальше. Начало светать, надо было покидать наш теплый приют. Мы опять углубились в лес и невдалеке, в овраге, зажгли костер и начали чистить картошку, как вдруг под деревьем защелкали пули от автоматной очереди. Несомненно, стреляли по дыму от нашего костра. Мы быстро собрали картофель и начали уходить, но идти было некуда, лес кончался, а через луговую низину начинался другой лесок. В низине стояло строение, деревянная запущенная баня без окон. Мы забрались в нее и посидели около часа, затем перешли в другой лесок и развели там огонь. Картофель уже была почищена и первая порция в котелке быстро была готова. Эту порцию получил я и Орлов. Начали варить вторую порцию, опять же автоматическая очередь, по нашему костру. Мы схватились и начали уходить, но куда? Мы прошмыгнули опушкой, идя обратно, миновали баньку и легли в кубках невысоких кустарников. Не прошло и полчаса, как послышались женские голоса и в поле нашего зрения показались две женщины. Мы решили задержать их и расспросить. Они крепко испугались. Мы ничего не скрывали и женщина постарше наконец решила поверить нам. Они рассказали, что в этих местах действительно оперируют партизаны, что их можно найти в лесу около бывшего колхоза имени Мопра и указала нам направление. Недалеко от нашего места пребывания была большая деревня, мимо которой нам следовало пройти. Дождавшись до вечерних сумерек, мы опять отдвинулись в путь. На опушке леса около деревни услыхали мужские голоса, переждали и пошли дальше. Прошли за деревню и послали меня и работника пищеблока на разведку в крайнюю хату. Там мы нашли женщину средних лет, которая дала нам кусок хлеба и указала путь к колхозу Мопра, куда было не более пяти километров. Прошли мы пять километров и даже более никакого Мопра нет. Вернулись обратно и двое других пошли расспросить о дороге. Вернулись они с такими новостями. Молодая женщина в дом, в который они зашли, очень хорошо отнеслась к ним. Она сказала, чтобы мы ни в коем случае не шли в Мопр, так как туда направился значительный отряд немцев и власовцев для засады на партизан. Идти туда верная смерть. Хорошо, что мы не нашли дороги. Она советовала вернуться несколько назад в деревню Маташево. Скорее Матушево. Так дает современная карта. Примечание Ольги Яковенко. При этом уверенно сказала, что мы там встретим партизан. Вот мы двигаемся в Маташево, сбиваемся с дороги, опять находим ее. Вот деревня. Двое заходят на разведку в ближайшую хату, а выходят из хаты шестеро, из которых четверо с автоматами. Мои спутники прыснули в кусты. Я же остался на месте в твердой уверенности, что это партизаны. Действительно, это были свои ребята. Разведка первого отряда первой партизанской бригады Вишнева окомандовала разведкой Першиков. Замечательный парень. Они встретили нас как родных, обещали доставить бригаду к Вишневу не позже, чем через одни, двое суток. Наконец-то нам повезло. После того, как эти ребята крепко пожали нам руки, Першиков спросил, не нагуляли ли мы аппетит за время нашего путешествия, и, получив утвердительный ответ, так как мы были голодны, как звери, развел нас по ближайшим хатам, приказав хозяевам срочно нас накормить, что те и выполнили за счет молочных продуктов и хлеба. Это село было партизанское, так как из него многие ушли в партизаны, и население было свое, без предателей. После кормежки он вывел нас из деревни и привел к большому дубу, стоящему недалеко в стороне от дороги и окруженному кустами. Отсюда удобно можно было наблюдать за окрестностями, и это место служило явочным пунктом для партизан первого отряда. Здесь надо было подождать до вечера, а вечером присоединиться к отряду. Время проходило в рассказах о недавних приключениях, которых у Першикова и других партизан было больше, чем у нас. Седов вытащил хорошие игральные карты, захваченные из лагеря, и молодые люди с увлечением начали играть дурака. Вдруг кусты раздвинулись, и показалось перепуганное лицо крестьянина. «Что вы делаете?» громким шепотом сказал он. «Сюда подходят власовцы, и их не менее шестидесяти человек, с ними пулеметы». Першиков сейчас же выпался с кустов на разведку и, убедившись в справедливости сказанного, сказал нам нагнуться и быстро следовать за ним. Незаметной ложбиной он провел на скопушке небольшого, но густого леса, с краю которого была довольно высокая горка, обросшая деревьями. На ее вершину мы и забрались. Отсюда нам было все видно, а нас незаметно. Игра в карты продолжалась. Першиков все время проигрывал, но не сердился. Он много рассказывал о взрывах немецких поездов, которые он проделывал не раз. За леском по шоссе временами проносились немецкие автомашины и мотоциклы, стук клапанов которых нам был хорошо слышен. Першиков был вполне спокоен, и его спокойствие передалось нам. Часа через три он опять вывел нас к тому же дубу и усадил. Подходили новые партизаны и знакомились с нами. Нас еще подкормили хлебом с маслом, принесли двух овец на ужин. Народ менялся, одни приходили, другие уходили. Разведка показала, что власовцы ушли далеко. Партизаны рассказывали, что власовцы ведут разговоры о сдаче с оружием в руках, но дальше разговоров это дело не двигается и верить им нельзя. Мы, в свою очередь, рассказали Першикову, что в этих местах должна быть вторая половина беглецов из лагеря, и он сейчас же принял меры к их розыску, давши соответствующие указания нескольким партизанам. Он уверял, что к вечеру их партизаны найдут, он был в этом уверен. Еще засветло он привез нас к стоянке отряда, которым командовал комиссар бригады, очень толковый человек, лет 30-33, бывший шофер. Здесь нас угостили очень сытным обедом с большим количеством баранины. Комиссар предупредил, чтобы мы были осторожны, чтобы не расстроить своего пищеварения, но мы не ели, а просто жрали, ведь столько времени мы не видели сытной пищи. Нехороших последствий не было. Ночью партизаны привели нашу вторую партию бежавших, но с ними не было ни Сумарокова, ни Шилова. Об этом мы также сказали партизанам. На рассвете мы тронулись в путь в направлении штаба бригады, вышли из леса долиной, травами, растянувшись гуськом. Не успели мы пройти и километра, как на месте нашей ночной стоянки раздалась пулеметная стрельба. Это немецкие прихвостни или сами немцы обстреливали За нами на траве остался ясный след, свежая тропинка с мятой травы. Ведь во время нашего первого бегства, да и во время второго, мы видели такие тропки. Это должно быть был партизанский след. Недаром меня так тянуло пойти по ним. Но вели нас так, что только опытный следопыт мог бы проследить. Мы сворачивали на другие тропинки, которых было немало. Часа через три пришли в сосновый лес, на опушке которого было несколько подобий шалашей, прикрытых сверху от дождя, очень широкими полосами коры. Здесь некоторое время назад стоял штаб бригады, но его немцы обнаружили и попытались захватить врасплох. Но им этого не удалось, и они потеряли несколько человек убитыми. Штаб перешел в другое место. Здесь мы устроили дневку и вечером уже расположились на ночлег, как пришел разведчик и раздалась команда собираться для ухода. Об этом было сказано Исидову, который ответил сейчас и повернулся на другой бок. Когда мы собрались, его не было, и я сказал Олейникову, его компаньону по шалашу, чтобы он его немедленно привел. Олейников же возразил, что Седов укладывает вещи и сейчас будет, беспокоиться нечего. Затем начался быстрый переход в сумерках. На ходу пили какую-то болотную плохую воду, некоторые через платок, чтобы не наглотаться ряски. Наконец вышли на широкую тропу, след бригады. Затем попали в густой лесок на горке среди равнины, в которой горел костер партизанских разведчиков. Мы их захватили и пошли дальше. Затем вошли в большую деревню и, пройдя ее, попали в систему небольших густых молодых лесков, в одном из которых и стоял штаб бригады. Было уже поздно, командование бригады приказало нам заночевать. Спать было холодно, земля была голая. Засыпая, я слышал, что партизаны говорили о нашей партии беглецов, что эта партия очень нехорошая. Почему? Утром нам на 12 человек выдавили две бараньих туши и мешок картошки, дали и котел для варки. Предупредили, чтобы мы жгли только сухой орешник, которого было довольно много, так как он вымер в зиму 1941-1942 годов. От него не было дыма. Я принял участие в приготовлении еды. Нас одного за другим вызывали на расспросы в штаб. Вызвали и меня. Расспрашивали трое. Командир бригады Вишнев, комиссар, только другой, недавно переведенный в бригаду, и начальник штаба бригады. Расспрашивали подробно, но подружески. Особенно много вопросов было двух полицейских, бежавших вместе с нами. Я даже не знал, что со второй партии с Олейниковым бежал еще один полицейский. Затем мы сели есть. Обед был готов и был очень вкусный. Рядом со мной сел тот полицейский, которым было много вопросов в штабе. Это был среднего роста, очень хорошо упитанный и хорошо одетый молодой человек лет 25-28. И все вещи у него были отличные. Ели мы все из одного котелка, так как тарелок у партизан нет. Не успели мы начать еду, как сзади полицейского появилось двое партизан с автоматами и сказали ему, что он арестован и пусть сдаст все вещи, которые имеются у него в карманах. После этого они повели его в штаб, а минуты через две посланный из штаба приказал нам всем прервать еду и следовать за ним. Нас выстроили на полянке, перед нами поставили полицейского со связанными сзади руками и прочли смертный приговор. Он обвинялся в том, что поступил на службу к немцам и, будучи до лагеря в Переволочье, в другом лагере, более восточно расположенном, в Сычевке, выполнял обязанности палача в отношении русских военнопленных. Оказывается, его опознали некоторые из партизан, и он не отрицал ни одного пункта обвинения. Он только успел крикнуть, «Я хочу искупить свою вину!» Его повернули к нам спиной, и в тот же момент в упор выстрел ему в затылок, арестовавший его партизан. Выстрел он из десяти зарядной винтовки особым беззвучным патроном так, что раздался громкий лязг затвора, и полицейский свалился в окоп. К вечеру этого дня нас, врачей, распределили по трём отрядам бригады. Меня во второй отряд, Орлова в первый и Олейникова в третий. Всех молодых, в том числе врача Седова, оставили при первом отряде, и они присоединились к группе Першикова. Седов явился к вечеру очень сердитый на своего компаньона Олейникова. Оказывается, Седов, по привычке к длительному и частому сну, в то время, как мы собирались накануне выходить в ночной поход, крепко заснул и проснулся только утром в полном одиночестве. На его счастье, каких-то два партизана заглянули днём в эти места и привели его в штаб бригады. У меня началось довольно скучное существование. Этот второй отряд состоял главным образом из людей местного происхождения. Они отлично знали местность, но были бездеятельны, боясь опасности и активных действий. С некоторыми из них были жены. Командир жил в палатке с женой, которая в скором времени должна была стать матерью. При отряде была одна реквизированная корова, молоко от которой шло на питание командиру отряда и его жене. Все отряды стояли в непосредственной близости друг от друга. Они завели поразительную грязь не только кругом своей стоянки, но и в самой стоянке. В этом отношении особенно отличался второй отряд. Все отбросы, начиная с овечьих ног и голов, которые они выбрасывали тут же, среди стоянки, начинали портиться и сдавать зловоние. За своей нуждой им также было лень уйти подальше. Я начал с этим борьбу, но не мог добиться каких-либо больших сдвигов. Днем отсыпались, ночью шли в караулы на разведку, на задания для сбора продовольствия в окрестных селах. Все это партизаны второго отряда выполняли с успехом, но когда им дали задание взорвать воинский эшелон, они его не выполнили. Отряд номер один отличался от отряда номер два. В нем было много красноармейцев, бежавших из плена или спрятавшихся в лесах при окружении. Они действовали значительно увереннее и смелее. Например, Першиков с нашими молодыми ребятами взорвал немецкий эшелон дня за три-четыре после нашего прибытия в штаб бригады. Об этом деле так рассказывал бывший переводчик. Ночью они с большими предосторожностями медленно подползли к линии железной дороги. Линия крепко охранялась. Первое, на что они наткнулись, это был ствол пулемета, торчавший из отверстия амбразуры ДОТа. От него они поспешили отползти и вскоре услышали немецкую речь. Вдоль линии шел патруль. По временам зажигались осветительные ракеты, от которых немедленно следовало спрятаться. На встречу патрулю вдали показались огни паровоза того эшелона, который следовало взорвать. Першиков дал пройти патрулю и сейчас же за его приходом партизаны выползли на полотно и заложили под рельсы тол, после чего с предельной быстротой кинулись от насыпи, так как поезд был совсем близко. Раздался грохот взрыва, лязг и скрежет железо, оглушившее партизан. После этого они бросились бежать прямо через деревню, близко примыкавшую в этом месте к полотну. Бежали, не разбирая дороги, через огороды напрямик. Скрылись удачно. Немцы никого не захватили. На счету у Першикова это был не первый эшелон. Дня через три нас, беглецов из Переволочья, потребовали для опознания одного явившегося к партизанам человека. Это оказался врач Сумароков. История его была такова. Он вместе с Жилиным прорезал проволоку и вылез из лагеря в Переволочье. Затем им показалось, что началась какая-то тревога и они несколько далеко отошли от лагеря. Общего массового выхода они не видели. Нас, их окликавшись, не слышали и пошли странствовать вдвоем. В конце концов попали на какое-то болото. Жилин по привычке, вроде Седова, залег спать. А Сумароков, оставив около Жилина свою стеганую куртку, сапоги и шапку, отправился за ягодами, поел их и набрал для Жилина. А найти Жилина опять не мог. Он даже пробовал кричать, но никто не откликался. Возможно, что сон у Жилина был так же крепок, как у Седова. Одним словом, в конечном результате Сумароков вышел к деревне, около которой стоял штаб бригады и ему кто-то указал, где партизаны. Сумароков оставили в другой бригаде, стоявшей недалеко от нашей, 14-й. Однажды мне пришлось принять участие в реквизиции пищевых продуктов у местного населения. Это, конечно, происходило ночью. Наш отряд сразу рассыпался группами по 3-4 человека по всей деревне. На особым счету были семьи, члены которых каким-то образом сотрудничали с немцами. У них отбирали наиболее ценные, в том числе и насильные вещи. Когда брали живность, например, овец у крестьян, то говорили, что при отступлении немцы все равно им этого не оставят. Да, что немцы, что партизаны, все активно грабили и без того нищие населения. Ни одни, ни другие ничего не производили, только поглощали продукты. А бедным крестьянам надо было из голода не помереть и не попасть под шальную пулю той или иной стороны. Не уверена, что те крестьяне, родные которых не были в партизанах, были счастливы из-за такой раскладки? И еще вопрос. После свободы и вольницы партизанам трудно было вписаться в режим обычной жизни. Интересно, преследовал ли партизан НКВД, чтобы после войны не осталось островков независимости? Ничего об этом не знаю, но судя по стилю жизни того времени, такая мысль просто напрашивается. Возможно, партизан довольно быстро включили в регулярную армию, когда она дошла до партизанских территорий. Тогда их там приучили к подчинению. Примечание Ольги Яковенко. Партизаны злоупотребили мясо, и оно им основательно приелось. Я вел агитацию за то, чтобы при сборе продовольствия брали побольше картофеля. Моя агитация имела успех. При штабе бригады была своя радиостанция для связи с нашими фронтовыми частями. Однако радистам никак не удавалось установить эту связь, плохо работали аккумуляторы. В конечном результате все же эту связь установили, и фронт сообщил, что будет прислан для связи самолет. Для этого времени всю корреспонденцию направляли в далекий партизанский отряд за Двину, который имел постоянную самолетную связь с Большой Землей. Я также отправил первое письмо к своим в Москву. Письмо из партизанского отряда. Обложка письма Ночью, когда пылали огромные костры среди леса и в самом разгаре было приготовление пищи, раздался быстро приближающийся шум самолета. Чей самолет? Немецкий разведчик или свой? По звуку отличить не могли. Как будто бы У-2, а может быть и нет. Загасить костры за такой короткий срок было невозможно. Над ними натянули одеяло и другие вещи, но их все же сверху было отлично видно. Самолет с низким гулом низко пролетел над нашим лесом и улетел обратно. Но ведь он не мог и приземлиться, посадочной площадки приготовлено не было. А опять связались с фронтом. Самолет был наш. Фронт ругался, зачем не подготовили площадки, обещали еще раз прилететь. Мы, врачи, обратились к командованию бригады с просьбой дать нам возможность перелететь на самолете на Большую Землю, так как мы здесь в бригаде не нужны. Имеется у них свой леком и тому делать нечего. Так как перевязочных материалов и медикаментов почти нет, ранения редкие, народу мало, всего 140 человек. Зачем им такое количество врачей? Командование согласилось с нашими доводами и обещало при первой оказии усадить нас в самолет. Появились два новых человека, которые каким-то образом нашли штаб бригады и явились почти одновременно. Это были плотные, хорошо упитанные люди, довольно хорошо одетые в русское военное платье. Они говорили, что не знакомы друг с другом и все эти годы после окружения жили в деревне, нашли себе молодых хозяек, а теперь желают воевать вместе с партизанами. В прошлом они будто бы были командирами Красной Армии. Устроили как бы случайно их встречу и незаметно наблюдали, как они будут вести себя. Оказывается, они друг друга знают. Вдобавок были получены сведения от глубокой разведки, от тех жителей, которые жили с немцами и власовцами, что в отряд немцами послано два разведчика, не то из власовцев, не то из полицейских. После допроса в штабе бригады оба эти субъекта были расстреляны. Одного из них я видел незадолго до расстрела. Он подошел к нашему костру и с большим опломбом начал говорить о своей бывшей службе в Красной Армии. Вскоре после этого расстрела были получены тревожные вести. Немцы и власовцы направились на розыске нашей бригады. В Дали слышался треск пулеметов, даже слышно было их утром и днем. Партизаны уверяли, что для того, чтобы их окружить и уничтожить, нужно не менее дивизии. Года полтора или год назад они сумели прорваться даже через сравнительно плотное окружение силами более дивизии. Были потери, но основное ядро все же вышло из окружения. В те времена фронт еще не представлял такой сплошной линии, как потом и были продухи, через которые партизаны ухитрялись прогонять скот и провозить брошенные в полях русскими войсками автомашины, тягачи и даже танки. Одновременно с этим проходило на большую землю и большое количество населения, главным образом молодежь. Только живя с партизанами, я уразумел, как много значат эти сравнительно мелкие отряды плохо вооруженных людей. При наличии каких-нибудь двух-трехсотен партизан немцы должны иметь несколько тысяч человек, охраны линий железной дороги, шоссе, складов и населенных пунктов. Везде можно было ожидать ударов, взрыва, нападения. С наступлением сумерек движение прекращалось. Немцы прятались в населенные пункты под охрану сторожевого охранения, вооруженного автоматами и пулеметами. Для того, чтобы показать, что охрана еще не заснула, сторожевые время от времени стреляли короткими очередями. И все же этой охраны было недостаточно. Партизаны делали свое дело, крепко тревожат илы немецких армий, взрывая эшелоны, сжигая склады, уничтожая отдельные небольшие группы немцев. Население, получая приказы немцев, боялись их выполнять, собранные продукты уничтожались и так далее. Великолепное знание местности помогало партизанам в их деятельности. В настоящее время, получивши тревожные сведения, партизаны решили переменить место стоянки. В данном случае они стояли больше 10 дней, срок очень большой. Вся бригада пошла цепочкой, растянувшейся более чем на километр, вытаптывая узкую тропку. Такие тропки мы видели при своих скитаниях в поисках партизан. Шли низкими местами, кустарниками, высокими травами, иногда делали совершенно неожиданные повороты. Шли днем, но, конечно, никого не встречалось из местных жителей. При немцах они выходили из деревень только для совершения каких-нибудь сельскохозяйственных работ и выходили не в одиночку, а группами. Наконец, мы пришли в прекрасный хвойный лесок, больших лесов в этой местности нет, расположенный, по моим расчетам, в одном полутора километрах от деревни, которая оказалась колхозом имени Мопра, в который мы когда-то счастливо не попали, так как в ней тогда был немецкий отряд. Под пушистым мхом я сразу нашел несколько белых грибов. Вода была близко, какой-то полуразрушенный колодец и около него остатки дома. Среди леса была небольшая полянка с неубранной травой. Покосами в этой местности крестьяне почти не занимались. Приятно было прийти на чистое место, не загаженное еще отбросами лагеря. Первую же ночь на покрытую травой площадку рядом с лесом опустился самолет, который взял двух людей из отряда. Партизаны ощущали большой недостаток в патронах для автоматах и в обуви. В ближайший прилет самолета должны были привезти это партизанам. Командир бригады обещал отправить нас с возвращающимся порожняком самолетами. Я изобрел способ согреться ночью. Мох под деревьями был густой и сухой и снимался пластами. Я подстелил вниз много мха, сделал из сучи в защиту от ветра и наложил несколько пластов мха на себя. Сразу стало тепло. Приготовив себе ужин из жирной баранины с картошкой, я приобрел временно для этой цели старую жестяную большую банку и угостив своим ужином еще двух партизан, я уже начал засыпать на своей твердой постели, как вдруг послышался гул приближающегося самолета. Мои доброжелатели из отряда сразу же прибежали ко мне и посоветовали быстро идти на импровизированный аэродром. Однако, будучи человеком дисциплинированным, я зашел к командиру отряда и спросил его, нужно ли мне идти или ждать его приказа. Командир был занят какими-то сборами личного порядка и сказал, что мне сообщат, если только самолеты смогут взять нас, врачей. Однако, мои доброжелатели посоветовали мне не слушать его. Оказывается, он хотел отправить на Большую Землю свою жену и боялся, что из-за врачей ее не возьмут. Я пошел к штабу бригады и нашел там только одного штабного работника, ни командира бригады, ни комиссара не было. Профессор Орлов уже отправился на аэродром, ничего не сказав мне и Олейникову, который почти одновременно со мной пришел к штабу бригады. У меня зародилась горькая мысль о плохих товарищах, ведь все же я вывел Орлова из Смоленска и много сделал для него, а при первом же случае он бросил меня и ушел один. Несколько человек уже шли на аэродром и мы с Олейниковым поспешили туда же. Там было выставлено на углах охранения с пулеметами, принимала самолеты, небольшая группа во главе с командиром и комиссаром. Курсировало два самолета, они привозили сапоги и патроны, а вывозили партизанских жен, в том числе и жену командира бригады Вишнева, красивую и крепкую молодую женщину. Были еще некоторые партизаны, по тем или иным причинам, желающие отправиться на Большую Землю. Все же командир бригады обещал нас отправить. При отправке Олейникому сменили прекрасные сапоги на дырявые, ведь он быстро приобретет на Большой Земле другие. Я отдал свою плащ-палатку, а самопишущую ручку и перочинный ножик я подарил комиссару. При приближении самолетов зажигали пучки соломы на углах посадочной площадки, самолет катился по густой траве и быстро останавливался. Курсировало два самолета. При третьей последней посадке последний самолет взял меня и Олейникова. Я сел позади пилота, Олейников свернулся сзади меня в багажнике. Зашумел пропеллер, самолет все ускорял свой ход, быстро катился по высокой сухой траве, незаметно оторвался от земли и низкий лесок начал уходить назад у нас под ногами. Была половина второго, сзади и несколько сбоку светила полная луна, хорошо освещая землю. Летчик обернулся ко мне и улыбнулся, сверкнув белыми ровными зубами. У него было хорошее, приятное молодое лицо. Я теперь думаю, что это была женщина, примечанием Сислава Владимировича. В ответ я тоже радостно улыбнулся. Теперь весь кошмар немецкой неволи остался окончательно позади и если даже нас собьют при перелете, то все же я погибну свободным на своем родном самолете, на котором я чувствовал себя уже находящимся на большой земле. Впереди и несколько правее мигал авиамаяк, против него левее горел большой костер, на который мы и летели. Около костра были какие-то люди, которые, слыхав шум нашего самолета, быстро убежали под защиту каких-то кустов. Дальше были видны при свете поднимающихся ракет, при фронтовые сооружения вспыхивали огни. По направлению нашего самолета вытянулась полоса красных трассирующих пуль. Выстрелов не было слышно. Над линиями фронта мы пролетали на высоте не более километра. Дальше шли большие водные пространства, река, за рекою большая полоса леса с редкими полянами, затем опять водные пространства, стал виден слабо обозначенный четырехугольник огней. Мы быстро к нему приближались. Самолет круто снижался и заходил на посадку, и мы сели в большом селе Войкове за 40 километров от линии фронта на большой земле среди своих. Вы слушайте воспоминания ветерана Первой мировой и Великой Отечественной войн. Яковенко Мстислав Владимирович Конец шестой части Читал Олег Лобанов КОНЕЦ 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 КОНЕЦ